здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал история рабства или рабство никто не отменял на присп на просторах интернета попалась мне интересная вот такая вот книга культурно-историческая библиотека история рабства от древнейших до новых времен сочинение джика ингрэма я сейчас вам кое-что из этой книги прочитаю а вы сами возьмете и проведете параллели и посмотрите совпадают ли кое-какие моменты которые я вам зачитаю с нынешним временем и вы посмотрите что раб со самом деле никто не отменял или же само понятие рабство было изменено или все это из или вся история изменена полностью понятия поменялись а значит этот самый вот автор ингрэм тут же и пишет что все это он взял из библиотеки британика ну давайте поехали начну вам читать так следует прибавить что настоящая книга есть воспроизведение в исправленном и дополненном виде статьи рабство вошедший в девятое издание энциклопедии британика эта статья была сколько мне известно первой попыткой на английском языке дать полный хотя и краткий очерк рабство и крепостного права древних средних и новых времен джека ингрэм так не мешает заметить не мешает заметить что английское слово slave раб употреблялась первоначально для обозначения национальности так назывались славяне попавшие в плен германцам и обращенные ими в крепостное состояние от иксинского порта до андриатики в качестве военнопленных или рабов они то есть славяне распространились по всей стране случай или злой умысл изменил значение национального имени и слова слэйв от слова стало обозначать раб гиббон такое то такое русский перевод то есть это энциклопедия британика и тут чуть-чуть конечно врет а может даже и не врет чуть-чуть обрет много потому что словен произошло от слова сколовен или соколовен что значит сокол поехали дальше так юм указывает на на то как мало человечности наблюдается у людей привыкших с детства бесконтрольно властвовать над подобными себе и попирать ногами человеческую природу суровые даже варварские нравы древних времен объясняются всего удовлетворительное привычкой к домашнему рабству благодаря которому всякий знатный человек делается маленьким тираном и воспитывался среди мести угодливости и низкопоклонства своих рабов поехали дальше здесь я вам сейчас зачитаю один момент значит тот кто не хочет защищать свою страну думает что кто-то сюда придет немцы французы англичане и сделают для вас все что угодно и заживете вы шикарно читаю рассмотрев политическое и нравственное воздействие на человечество вся древнего рабства вообще обратимся теперь к изучению этого учреждения в том виде в каком оно существовало собственно у греков и римлян в гомерический период рабство является уже вполне установившимся в фактом победитель обращает военнопленных в рабов или продает их или возвращает родным за известный выкуп иногда в завоеванном городе городе или области победители убивают всех мужчин а женщин уводят в плен нередко пираты захватывали в плен свободных людей и продавали их другие страны поехали дальше так источниками расов греции были рождение так как неволя была наследственной продажа детей свободными родителями терпимая повсюду за исключением атики и подкидывание их дозволенное везде кроме фильм фильм фив закон в афинах до салона несостоятельный должник делался рабом кредитора афинские вольно отпущенные метеки проживающий в афинах иностранные подданные не выполнившие своих обязательств по отношению к государству продавались в рабство точно так же как заезжие чужестранцы обманом присвоящие себе права граждан взятие в плен разбами рабами становились не только пленные азиаты или фракийцы но во многих войнах между греческими государствами на континенте или в колониях сами греки попадали в рабство к своим же соплеменникам таким образом спартанцы оказывались рабами в тегее агелон продавал в оси агелон продал и выселил из отечества всех обитателей хублоин мегара в платье скионе в мелосе мужчины были перебиты и отправлены в изгнание а женщины обращены в рабство афинян после неудачного окончания их экспедиции продавали на остров самоз в сицилию в борьбе партии на карцине каждая партия в период своего торжества осуждала другую на смерть или рабство торговля помимо продажи рабов являющийся результатом захвата городов и вообще войны в греции производилась и систематическая торговля рабами закупали их в сирии понте фриги лидии галате пафлагонии и в особенности в афракии египет и эфиопа эфиопия также поставляли значительное число рабов а отчасти и италия из иностранцев ценились дороже других азиаты как наиболее послушные и знакомые со всеми ухищрениями утонченной роскоши поехали дальше особенно ценились греками рабы восточные и еще на родине привыкшие к послушанию сами греки по требованию сластолюбивых азиатских государей посылали на восток для их удовольствия и празднеств своих детей в постыдной торговле людьми соперничали с греками сирийские и другие иностранные купцы поехали дальше рабы как предмет купли и продажи имели свою стоимость которая для рабов труда зависела от рода их занятий а для рабов роскоши и удовольствия от каприза или фантазии покупателя безобранный и бесполезный араб как и зоб стоил по преданию 60 оболов 3 рубля вот тут вот ребята мне напрашивается вопрос откуда он знает что до нашей эры сколько было 60 оболов он точно пишет 3 рубля поэтому ребята я и думаю что историю растянули все это было недавно поехали дальше рабы роскоши и удовольствия ценились дороже всех остальных далее следовали рабы занимающиеся какими-нибудь промыслами и наконец работающие на полях на мельницах и в рудниках по ксифонту рудокопы приносили своему господину по одному оболу чистого дохода ежедневно если считать по 20 процентов на капитал атаков был дозволенный законом процент того времени то выходит что подобный раб стоил 75 рублей такова же была цена полевого и городского раба в период пелопонесских войн рабы-ремесленники стоили приблизительно вдвое дороже 3-4 мины 91 рубль 121 рубль сразу напрашивается ребята вопрос ну ладно бы он там 3-4 мины там но приблизительно написал бы 90 или 120 нет ребята он написал 91 рубль тире 121 он ну чуть ли не до копеек знал сколько стоит понимаете так что вся эта история вилами по воде писано поехали дальше а главные мастеровые 5-6 мин 152 рубля тире 218 рублей смотря по роду занятий рабы просвещенные как софисты продавались по 10 15 мин 304 рубля и 451 рубль арабы роскоши и удовольствий 20 30 мин 609 рублей тире 919 рублей однако римская куртизанка куплена за 919 рублей но при продаже большими партиями средняя цена всякого раба без различия было 2 5 мин 61 рубль тире 152 рубля во времена филиппа когда цены вообще возвысились выкуп солдата равнялся четырем минам выкуп платона 700 рублей цена ученого во времена демосфена равнялась цене лошади при предложении значительно превышавшим сирос цена иногда падала невероятно низко так во фраке случались случалось людей выменивали на соль рабы исполняли всевозможные домашние работы заведовали хозяйством прислуживали за столом составляли личную свиту исполнять и исполняли обязанности нянек грумов и так далее большая часть земледельческих работ также выполнялась рабами до перекла землевладельцы атики жили в своих поместьях пелопонезская война изменила этот порядок вещей помещики переселились в афины а сельское хозяйство перешло в руки рабов причем одному из них нередко поручалось управление фермой и даже целым имением в области промышленности и торговли труд рабов также постепенно вытеснил свободный труд то есть ребята на вашей работе те которые за вами насматривают такие мастер там бригадир начальник цеха это ребята те же самые рабы поехали дальше спекуляторы или сами эксплуатировали своих своих рабов ремесленник их или торговых и банковских агентов часто поручая им важные дела и крупные ценности или же отдавали их в наймы то для работ в рудниках и на фабриках то для службы в частных домах в качестве парова поваров флейтистов и так далее то есть ребята когда вас посылают на с работы в какую-то командировку в другое там в другую область другое предприятие то знаете что у вас ребята продал ваш хозяин другому хозяину были также рабы общественные одни из них принадлежали храмом которым они были поднесены в дар между ними куртизанки исполнявшие обязанность обязанности геродул в корионе рикси сицилии другие состояли на службе у городских правлений финансовых компаний и так далее или же употреблялись для общественных работ в афим в афинах до 1200 стрелков носивших имя скифов представляете да ребята то есть само понятие я так думаю изменено понятие раба то есть смотрите в афинах до 1200 стрелков носивших имя скифов я вам объясняю скифы это русы а так как мы русы вольно любили любивые понимаете да что вооруженный человек никогда не будет рабом поехали дальше хотя без сомнения не все они были одной национальности составляли городскую полицию представляете да рабы работают в полиции рабы служили также в армии и на флоте обыкновенно как чернорабочие в исключительном случае как солдаты то есть ребята сразу провожу параллель строй бат это тоже самые рабы вообще говоря в своей общественной домашней жизни греки пользовались рабами для всемозможных занятий начиная с самых позорных и унизительных и качая самими благородные рабы служили елухами проститутами привязанные у дверей они заменяли сторожевых собак рабы гребли на галерах работали в рудниках случае крайней опасности даже ходили на войну кроме того они служили средством существования и наживы для многих граждан в качестве непосредства предмета торговли ну как вам ребята напоминают вам наше теперечное состояние или как подумайте об этом поехали дальше так торговля профессиями их профессия была очень распространена так многие посылали практиковать своих рабов врачей от своего имени и в свою пользу ну то есть когда доктор допустим едет куда-то и говорит он профессор такого-то института ребята то есть знаете что если он профессор такого это института он раб такого-то института так иногда рабы возвышались до звания ученых и философов протагор был носильщиком когда демокрит открыл в нем философа но его манере складывать по его манере складывать дрова по зову богача молодые сладострастные девушки плясали вокруг гостей а дети выдрессированные недостойными учителями изображали почти голые разные нескромные сцены то есть ребята что и по происходит на нашей сцене молодые еще раз прочитаю вам по зову богача молодые сладострастные девушки плясали вокруг гостей а дети выдрессированные выдрессированные недостойными учителями изображали почти голые разные нескромные сцены то есть ребята все то блядство которое происходит у нас на сцене все эти как сказать шоу где алло мы ищем таланты где эти дети полуголые девушки вы можете посмотреть в интернете как молодые девушки танцуют непристойные ребята танцы так вот вы знаете что когда вы своих детей отдаете вот таким вот как он тут сказал выдрессированные недостойными учителями то вы отдаете своих детей в рабство поехали дальше так число рабов греции или хотя бы в самих афинов трудно определить даже приблизительно от иной опираясь на авторитет ктизикла утверждал будто по народной переписи при деметрии фале фалере в 309 году до рождества христова в афинах насчитывалось 21 тысяча граждан 10 тысяч метеков постоянно живущих в городе иностранцев и 400 тысяч рабов а теперь ребята откройте интернет и посмотрите какой процент у нас богатых а какой бедных и вы увидите что все это совпадает в тем с тем что написано вот в этой книге тот же автор сообщает что коринфе было четыреста шестьдесят тысяч рабов в эгине четыреста семьдесят тысяч рабов юм своем эссау он де тире пире троллевале находит что это утверждение это не относительно афин совершенно невероятным он говорит что число рабов преувеличено по крайней мере в 10 раз так но это не важно уменьшено преувеличено первый определил что число рабов в атике триста шестьдесят пять тысяч второй в сто тысяч или сто двадцать рассмотрев работы этих ученых дополнить дополнил их своими собственными примечаниями по его мнению число рабов употребляемые во всей атике для домашних работ равняло 40 тысяч для земледельческих работ 35 тысяч в рудниках десять тысяч промышленности и торговли 20 тысяч как этому надо представить шесть тысяч стариков и 20 тысяч детей так еще я вам скажу когда кто-то из вас говорит что вот посмотрите как это арабские эмираты продают значит нефть и как они богато там все живут так вот я вам сообщаю ребята что в арабских эмиратах правит одна семья одни родственники их там приблизительно 1 миллион они то с этой нефти как раз таки и имеют все на свете а еще четыре миллиона это рабы которые не имеют никаких прав их могут посадить в тюрьму могут убить выслать все что хотите то и сделают поехали дальше так а также общественных рабов из которых как нам уже известно 1200 скифских стрелков составляли афинскую полицию в конце концов он приходит к заключению что количество рабов в атике колебала с мест между ста восьмидесяти восьми тысячами и двести три 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 тысячи душ число свободных граждан достигала шестьдесят семь тысяч амитеков 40 тысяч следовательно между рабами и свободным населением существовало отношение три к одному поехали дальше так раб входя в первый раз в дом своего господина садился очага а хозяйка дома высыпал над его головой сушеные плоды и лакомства выражая пожелание чтобы эти издержки не пропали даром этот обряд как бы имел целью расположить раба к дому хозяина если не закон то практика дозволяла ему иметь собственность и увеличивать ее посредством приобретения обычай признавал его брак законным вообще рабы не могли присутствовать при священных церемониях и общественных жертвоприношениях но они принимали участие в домашних туржествах и допускались в религиозные собрания частного свойства им разрешено было принимать принимать участие в некоторых народных праздницах для них даже были установлены особые праздницы как во финна так и в других больших центрах греции смертные останки рабов покойлись в фамильном склепе господина нередко этот последний в знак скорби и признательности к воздвигал даже памятники своим рабам часто между рабами и главой семьи семьи и младшими членами ее существовала тесная близость и дружба хотя следует бояться что короткость это обуславливало с невзаимным уважением как в героическом примере улиса эмвэя но на наглость но наглой самоуверенностью с одной стороны недостойным партнерством с другой последний имела свой рейсон д-этре в унизительных услугах оказываемой рабами несмотря на такое вообще гуманное отношение к рабам аристофан и плот показывают нам как часто даже в домашнем обиходе рабы подвергались наказанию кнутом так поехали дальше так вот тут вот самое интересное раб и меньше уважительные имевшие уважительные причины быть недовольным своим господином мог требовать чтобы его продали другому случае если он представлял право на свободу закон давал ему дарового защитника а святилище приют для для произнесения договора то есть ребята параллель не видите про дарового защитника так оберегая себя от возмущения рабов хозяева избегали соединять невольников принадлежащих к одному племеню и говоривших на одном языке то есть понимаете ребята почему в россии оказалось много азиатов и еще раз зачитаю оберегая себя от возмущения рабов хозяева избегали соединять невольников принадлежащих к одному племени и говоривших на одном языке для предупреждения побегов рабов иногда заковывали в цепи и после первой же попытки бегству клеймили раскаленным железом чтобы потом легче было найти беглеца а вот вам ребята и паспорт на этом ролик заканчиваю читать много очень много интересного в этой книге предлагаю вам почитать и вы сами найдете множество параллелей с нашим сегодняшним состоянием с нашим сегодняшним государством да и не только с нашим со всей системой которая выстроена на планете земля спасибо за внимание до свидания подписывайтесь на канал